На левом берегу реки Нива прошли очередные соревнования «Лыжня России». Эти соревнования проводятся ежегодно и всегда являются большим праздником. Поучаствовать в них мог любой желающий. Цель – пропаганда физической культуры, приучение и взрослых, и детей – вставать на лыжи. Ведь спорт – залог отличного здорового тела и здорового духа. «Мороз и солнце – день чудесный», – так писал великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. А вот лыжники Мурманской области не боятся морозов и в минувшее воскресенье дружно вышли на лыжню. Мероприятие приурочено к «Лыжне России» 2013 года. Берет свое начало в далеком 1982 году. И ежегодно проходит во всех регионах России. В Кандалакше только третий год подряд. В прошлом году у нас на старт вышло более 120 участников. Но в этом году, к сожалению, из-за мороза, я думаю, что, наверное, будет меньше участников. Но все равно любители лыжного спорта все поддержали это хорошее начинание. И я думаю, что все получат сегодня заряд бодрости, удовольствия от этого мероприятия. По всей России лыжники бегают дистанции на 5-10 километров. Но в Кандалакше решили сделать маршрут немного меньше – от 400 метров для самых неподготовленных и до 5 километров для профессионалов. На детской спортивной школе я занимался, потом в институте я занимался, а сейчас как любитель. Мы участвуем во всех соревнованиях, которые проводятся и в области, и выезжаем в Финляндию на марафоны, и на российские какие-то марафоны. Никто в Кандалакше не стоит на месте. Все двигаются, все развиваются. Принять участие в соревнованиях мог и стар, и млад. На лыжню вставали и ветераны лыжных гона, которые бежали 1200 метров, и совсем молодые ребята. И несмотря на мороз, с успехом справились с поставленной задачей. Все участники забега получили памятные призы – шапки и номера символика лыжня России 2013. Следующие состязания по лыжным гонкам на Кубок Белого моря состоятся 24 февраля.